Здравствуйте дорогие друзья! Самые взрослые и самые маленькие. Вы находитесь в гостях в мастерской этнических ремесел Шкандыбинок. Наша мастерская создает множество музыкальных инструментов, каждый из которых насчитывает многотысячелетнюю историю, про которую можно рассказывать отдельно много-много часов. Также мы делаем различные украшения, талисманы, обереги. Но сегодня я хотел бы уделить особое внимание такому музыкальному инструменту, как свистулька. Свистулька это очень древний ритуальный и обрядовый инструмент. Раньше наши предки использовали свистульки для того, чтобы вызвать дождь, как они считали, или же наоборот задобрить злых духов. Со временем ритуальное значение свистульки утратилось, и они приобрели более игровой, развлекательный характер. Их использовали длите для забав. Еще существовал такой праздник, который назывался свистопляска. И для того, чтобы встретить весну, выходили на улицу и дули свои свистульки, вызывая радостное настроение у друг друга, задабривая солнышко и, естественно, помогая раскрыться и проснуться природе. Что же такое свистулька и как на ней играть? Свистулька делается из глины. Бывают также еще и деревянные свистульки. Я слышал даже, что есть и пластиковые свистульки, но мы о них не будем сегодня. Так вот, для того, чтобы начать играть на свистульке, нам необходимо освоить несколько правил. Первое правило. Необходимо сухим прикосновением губ дотронуться до свистковой части и сделать первый вдох. Для того, чтобы получить первую ноту, нам и нужен этот первый вдох. Для того, чтобы получить вторую нотку, а здесь три нотки. Если открыть их все последовательно, то мы получаем аккорд. Первая нотка получается у нас, когда мы дуем. Вторая, когда мы открываем правое отверстие. И третья нотка, когда мы открываем левое отверстие. И обратно. Научиться играть на свистульке может как самый маленький, так и самый взрослый. Потому что какая разница? Ведь все мы когда-то были детьми. Несмотря на свой, казалось бы, простой характер, свистульки по сей день используются в фолковых ансамблях и являются полноценными музыкальными инструментами. Сейчас я расскажу, как на ней играть. Это не требует особого труда. Необходимо создавать какой-то ритм и наигрывать у себя в голове какую-то свистопляску. Естественно повторять ее во время игры на свистульке. Так можно увлечься и проиграть несколько часов. Но хочется рассказать еще немного. Для того, чтобы сделать трель, необходимо произнести букву R очень мягко и приложить свистульку. И получится трель. Также можно изобразить кукушку. Ну и множество других птиц, которых вы любите слушать. Что же еще хочется сказать про свистульку? В свистульке каждая из них сделана индивидуально и неповторима по своему оформлению и по своему характеру звучания. Вот в моих руках две свистульки. Здесь лежит еще несколько и каждая из них отличается друг от дружки. У них есть свои орнаменты, у них есть свое звучание. От размера и формы зависит и тональность нашего инструмента. Если свистулька маленькая, значит она будет давать высокий тон. Если свистулька большая, то она будет звучать пониже. Вот это, наверное, и все, что я хотел рассказать. Спасибо вам за просмотр. С вами был Валентин Шкандыбин и до новых встреч. Пока-пока.